Доброе утро, дорогие друзья. Опять недельная глава Шафтим. И она поднимает очень интересную тему. Вот вы делали ошибки в своей жизни? Наверное, да. Почему тогда вы не понимаете, что и другие могли сделать ошибку? И после какой-то глупости смотреть всегда волком, вот он не обидел, он сделал. Да, может быть, он сделал глупость. Но написано в нашей недельной главе «Правды, правды ищи». Что переводится как «справедливости ищи» или «правоты ищи». Один человек пришел к Гаону Раби Саланту и основателю движения «Мусар». И рассказал ему, что кто-то обидел его, растоптал его человеческое достоинство, унизил, смешал с грязью. Причем без всякой вины. Теперь он говорил, что все, я сейчас вот, он узнает, кто я такой, месть будет моя и так далее. Пусть Раф скажет, я же не могу быть тряпкой, молчать, сдерживаться. А Раф Салантер был один из тех людей, которые видят следствие любого поступка. И он говорит, смотри, в самом деле Тора не требует от тебя быть бесчувственным, как камень. Ты должен реагировать. И если ты прав, постарайся оставаться правым. Тот удивился, вы о чем-то. Раф ему пояснил, смотри, ты говоришь, что человек нанес тебе тяжелую обиду. Я сейчас не берусь судить, кто из вас прав, кто виноват, потому что судья должен выйти слушать обе стороны. Однако, допустим, у тебя есть право на ответный шаг, и он не прав. Просто знай, что шаг этот должен быть настолько рассчитанным, настолько взвешенным, как могут только наверху. Человеку тяжело. Если твоя реакция будет слишком сильной, он станет обиженным. Тогда он сам в долгу не останется. И война будет между вами непримиримая. А небо, оно на стороне обиженных обычно. Поэтому подумай, если ты прав, то оставайся правым. Не меняйся местами. Об этом в Торе сказано. Справедливости ищи. Когда даже вот суровая реакция наша на действия другого человека оправдана, ну, в крайнем случае реагировать нужно справедливо, подходящим образом, в правильной мере. Но кто скажет, что он это умеет? Если задумаемся, мы увидим, что большинство страшных злодеяний начиналось со справедливой реакции, которая позже вышла за рамки допустимого. Нам казалось, что мы ответим и закончим ситуацию. Она разрасталась дальше. Многое было разрушено из-за этого. Человек думал, что его обидели, тот отвечал в семеро и так далее и тому подобное. Написано, что если человек воздержится, даже от справедливой реакции, он будет не только прав, но он прав перед небом. Написано, что тот, кто не отвечает на обиды, его списываются все его грехи. Как это важно в этом месяце, Иллу, подумайте об этом. Вообще говорил вот Израиль Липкин и Салан, всегда будьте осторожны, когда вы даже, человек идет со благими намерениями переполнен, идет выполнять заповедь. Иногда тот, кто спешит выполнять нужное дело, он топчет всех, кто находится на его пути. Безусловно, надо правила движения соблюдать и в духовном мире. Еще об одном. Вы знаете, есть такая тоже маленькая притча, касающаяся нашей недельной главы. В одной деревне жил старый мудрый человек. И многие жители приходили к нему, говорили, что он дает советы, и никогда не ошибается при любом вопросе, у него есть решение любой проблемы. Однажды деревенские ребята решили перехитрить его. Говорят, раз не ошибается, проверим. Взяли бабочку, взяли ее в руку, зашли к нему между ладонями, спросили, решили. Если он скажет живое, раздавим, если мертвое, покажем, она живая. Но радуясь такому фокусу, они подошли к старику, говорят, дедушка, что у нас в руках, живое или мертвое? И старик так посмотрел на них и ответил, это зависит от ваших рук. Так и в нашей жизни, все зависит от наших рук. Человек делает что-то духовное, хочет выбраться из этого материального какого-то тупика. Он делает это по свободной воле, потому что его душа прорывается. Он отказывается от каких-то личных интересов, преодолевает соблазн ответить на обиду, делает какую-то, дает кому-то помощь какую-то. Это настоящий выбор, а за правильный выбор полагается награда. Живые мы или мертвые, зависит от нас. Когда человек верит, что есть духовный мир, когда человек верит в Творца мира, он обретает вот то, что называется живой, прилипляется к живому. Ну и что еще очень хотелось сказать, на этой неделе мы тоже читали и о жертвоприношении. Согрешивший приносил жертву в храме. Он сжигал ее на костре. Когда жертва сжигается на жертвеннике, тогда уходили грехи. Вот и сейчас, когда нет храма, а у нас храма, к сожалению, нет, мы должны, вот особенно в этом месяце, сжечь посредством самоанализа нашу забаррикадированную самоуспокоенность, нашу гордость, наше искусственное восприятие мира, наше какое-то странное умение говорить, что я и есть мир. Мы не есть мир, мы маленький-маленький кусочек этого мира. Браха вы от слуха. Давайте разбираться в себе. Это месяц самоанализа, это месяц подведения итогов, это месяц принятия хороших решений. Браха на хорошее решение.